Рафтинга Горного Алтая Рафтинга Горного Алтая На второй строчке Алтая Рафт, Сдюшор Гагу Каноэ, Андрей Дегтярев, Максим Полянских, Сергей Лобанов, Владислав Олейников. Первое место заслуженно получила команда Горно-Алтайский госуниверситет основной. В составе Андрей Ковязин, Дмитрий Акчин, Кирилл Талпа, Павел Кудрявцев. 17 декабря в субботу в здании пограничного управления ФСБ России по республике Алтай состоялась итоговая конференция региональной общественной организации ветеранов пограничной службы «Рубеж». На сегодняшний день пока получается, что в основном кружится вся работа вокруг определенного количества людей, а остальных мы встречаем только 28 мая. Этот вопрос как-то нужно будет нам эту систему, эту тенденцию переломить, чтобы участие в работе и организации принимали уже все. В воскресенье 18 декабря в Горно-Алтайске в спортивном зале «Юный Спартаковец» и в спортзале педагогического колледжа прошли соревнования открытого Кубка Республики Алтай по всестилевому карате и детские соревнования по боевым искусствам и спортивным единоборствам. Поединки проходили с ограниченным контактом. Индивидуальная кота без оружия, индивидуальная кота с оружием, полный контакт, средства защиты, мунчаку-дзюцу, кумите-карате, ниппон-кэмпо и полный контакт. Также в воскресенье 18 декабря на Майминском стадионе «Дружба» Федерация Хоккея Республики Алтай провела хоккейный семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». В программе фестиваля прошел турнир семейных команд, различные конкурсы с призами и подарками. Участники мероприятия были обеспечены горячим питанием и веселым настроением. Во вторник, 20 декабря, в Горно-Алтайске в Национальном театре прошел совместный концерт группы «Седьмая модель» город Омск и фольклорного ансамбля «Ярманка». Это два основных творческих коллектива, с которыми работал Василий Вялков. Вообще, такое уникальное совпадение, да, вот такое вот слияние рока и этно-фольклора. И, конечно же, мы увидели такое на этой сцене, такое великолепное созвездие прекрасных музыкантов. Тут и «Седьмая модель», и «Лик», и немножко «Новой Азии», и, конечно же, очаровательная наша «Ярманка». Побывал на концерте и известный в Республике музыкант, ведущий радиостанции «Сибирь» Данил Низонов, который сразу после концерта оставил ВКонтакте такой пост «Сказать, что мне понравилось, значит ничего не сказать». «Я просто поражен и восхищен, во-первых, общим звуком в зале, во-вторых, мастерством исполнителей и динамичностью музыки, в-третьих, самими песнями, их сюжетами, историями, спичами и так далее. Эмоций просто масса. Самый настоящий добрый, качественный рок с примесью гармонично влившегося фольклора». Конец цитаты. Безумно жаль, что зал был наполнен менее чем наполовину. Горналтайский зритель незаслуженно проигнорировал такой замечательный концерт. Стоит отметить, что в своем первом выездном концерте, правда, за кулисами в возрасте одного месяца и семи дней, приняла участие младшая внучка Василия Вялкова Василиса. Большие репортажи об этих событиях смотрите в эфире телеканала «Планета ТВ», а также на страницах медиагруппы «Планета Сервис» в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники» и на видеохостинге «Ютуб» название группы «Планета Сервис». ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok